Это День Города, в студии Максим Васильев. Здравствуйте! Главная тема дня. Отцы-основатели в Рязани высадили собственную аллею пап. Убийцы-чернокнижники. За смерть 15-летнего мальчика ответят бывший отчим и его знакомые. Пейзажи дальних рубежей. Рязанский художник раскрашивает мир сирийским детям. Своя липовая аллея отцов появилась сегодня в Рязани. Помогать дирекции благоустройства во возеленении города вызвались папы. Ненастная погода вовсе не помешала настоящим мужчинам. Можно сказать, что сегодня Александр Миров продолжает семейную традицию. Когда-то давно и его родители высаживали в Рязани деревья. Теперь же он и сам закладывает первый небольшой кирпич в легкие города. Вот сегодня у меня свободное время. Погода замечательная. Поэтому я прям со всей душой откликнулся и решил поучаствовать. Высадить деревья. Замечательно. Будет липовая аллея. Дети будут, внуки, может быть, если Господь даст, чтобы они были, будут здесь гулять, будут вспоминать. Посадку липовой аллеи приурочили к дню отца, который появился в России совсем недавно. Указом президента. Желающие нашлись моментально. Региональный совет отцов кинул клич. И на посадку 15 липов символично пришли 15 человек. Около станции Рязани 2 спилили старые липы. Территория оголилась. Есть возможность этими липами восполнить это пространство. Расширить легкие нашего города. И дополнительно снизить шум, наверное, в сторону жилого массива. Ухаживать за липами будут внимательно, говорит Роман Захаров. Например, четвертое, шестое и восьмое деревья он будет контролировать лично. Да и появится возможность лишний раз вырваться с семьей на прогулку. Плюс липа – дерево неприхотливое, как при посадке, так и по уходу за ним. А само дерево богато полезными свойствами. От таких элементарных, как очистка воздуха, да просто эстетических, выглядит эта аллея красиво. Это не единственная акция, приуроченная к будущему празднику – Дню Отца. Объединение многодетных семей запустило сразу несколько акций – конкурс детского рисунка и семейной фотографии. И во всех этих мероприятиях Совет Отцов будет принимать непосредственное участие. Сегодня на манеже МЧС России по Рязанской области свои навыки обращения с пожарными рукавами демонстрировали юные спасатели. Областные соревнования по пожарно-прикладному спорту собрали представителей 16 муниципалитетов. Подробности далее. Вот так под бой барабанов стартовали масштабные соревнования по пожарно-прикладному спорту среди учебных заведений Рязанской области. Лучшие команды из 16 муниципалитетов прибыли на манеж МЧС по Рязанской области. Эти традиционные уже соревнования у нас ежегодно проводятся в память нашего ветерана, начальника управления государственной противопожарной службы Шабуров Михаил Иванович. В то время, когда был руководителем, очень много сделало для развития пожарно-спасательного спорта. В частности, я построил вот этот замечательный манеж. И вот как бы у нас уже в шестой раз эти соревнования проводятся. Соревнования направлены на развитие пожарно-спасательного дела, то есть пропаганда этого дела. Сами элементы соревнований очень тесно связаны именно с тушением пожаров. То есть в процессе подготовки и участия в этих соревнованиях дети получают первичные навыки борьбы с огнем. Полоса препятствий с элементами присоединения пожарного рукава – основное испытание для ребят. Во-первых, это серьезная проверка на выносливость. А во-вторых, еще и возможность поверить в удачу. Пожарная рука в этот день вел себя капризно. Четко раскладывался не у всех. Я представляю вот команду девочки у нас и ребята первый курс, две девчонки вот со второго курса. То есть начали тренироваться только вот в этом году. Сложная была подготовка? Ну, как сказать. В принципе, задания, конечно, простые, но нужна тренировка, нужна хорошая база. Соревнования проходят при поддержке фонда президентских грантов. В этом году участие принимают более сотни добровольцев. На территории Рязанской области, как и на всех регионах по Центральному федеральному округу, вопросы с добровольцем решаются довольно-таки успешно. И в свои ряды совместно с Главным управлением ЧС России по Рязанской области мы привлекаем и детей, и взрослых для выполнения тех задач, добровольных задач, по предотвращению несчастных случаев или их на первоначальном этапе их ликвидации. Победителей будут определять по количеству заработанных баллов. Понятно, что для ребят это своеобразная игра в спасателей. Впрочем, звание лучших в Рязанской области вполне себе почетно. Ведь не исключено, что эти мальчишки и девчонки выберут профессию спасателя главной в своей жизни. И навыки, полученные здесь, им еще явно пригодятся. Герман Гущин, Станислав Кудряшов, телекомпания «Город». Убийство 15-летнего парня в Рязани вызвало широкий резонанс в обществе. По предварительным данным, мальчика принесли в жертву во время оккультного обряда. Предполагаемые убийцы уже задержаны, они дают признательные показания. Следственный комитет предоставил нам эксклюзивный комментарий. Все подробности у Германа Гущина. Информация о пропаже 15-летнего Романа Федулова сразу же распространилась во всех социальных сетях. Мальчик с семьей проживал в поселке Учхоза, Стенькино, Рязанского района. Одна половина дома принадлежала матери, другая – отчиму. 9 октября 2021 года в правоохранительные органы поступило сообщение об исчезновении 15-летнего подростка в Рязанском районе. По данному факту Рязанским межрайонным следственным отделом следственного управления СК России по Рязанской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 105 УК РФ, в рамках которого проводились следственные действия и поисковые мероприятия по установлению местонахождения пропавшего и выяснению обстоятельств исчезновения. 8 октября он находился дома, но после 21 часа перестал выходить на связь с родственниками. Дальнейшее местонахождение подростка установить не удалось. В доме полицейские обнаружили следы крови. Та же кровь была найдена и в автомобиле отчима. Круг подозреваемых сузился, а тут еще и оказалось, что они исповедуют оккультную религию. В ходе дальнейшей работы полицейские вышли на след предполагаемых злоумышленников – женщины и мужчины, бывшего отчима пропавшего. В автомобиле мужчины также была обнаружена кровь подростка, что подтвердило исследование. Во время допроса подозреваемых бывший отчим и его подруга признали в совершении преступления. По словам мужчины, несчастье произошло во время проведения одного из обрядов, который должен был вернуть его в семью. На спине подростка они хотели начертить пентаграмму, но вместо этого подруга нанесла мальчику несколько ножевых ранений. Мария взяла гаечный ключ, монтажку, обмотала его тряпкой и охотничий нож. Я так думаю, нож для того, чтобы рисовать, потому что не хламастер, нужно было чем-то нацарапать. Видимо, рисовать ножом подъем. А вот я говорю, ты смотри, тут не убей. Я говорю, монтаж, может, что-нибудь она не убьет. Ну, чтобы проступить, чтобы облушить ее нос. По версии следствия, смерть мальчику причинена подозреваемыми в связи с совершением и недействием обряда культового характера. В настоящее время задержанными выполняются необходимые следственные действия, направленные на установление и уточнение всех обстоятельств преступления. Тело подростка обнаружили в лесополосе недалеко от места жительства. Подозреваемые задержаны. Следствие продолжается. Герман Гущин, телекомпания «Город». Обеспечить безопасность работы суда и граждан – задача Федеральной службы судебных приставов. И статистика говорит о том, что ведомство справляется со своими обязанностями. Только за 9 месяцев этого года предотвращено более 2,5 тысяч попыток проноса запрещенных предметов. Их топ-список в нашем следующем материале. Чаще всего люди пытаются пронести в зал суда травматическое оружие. Об этом говорят в Федеральной службе судебных приставов региона. На втором месте шокеры. Цифры, конечно же, не разглашаются. Известно только, что с января по сентябрь приставы предотвратили больше 2,5 тысяч попыток проноса запрещенных предметов. К запрещенным предметам относятся все виды оружия, его части механизмы, а также боеприпасы, колющие-режущие предметы, взрывчатые ядовитые вещества и иные предметы, представляющие угрозу для окружающих, используя которых может повлечь нарушение установленного порядка деятельности суда. В службе отметили, что все выявленные запрещенные предметы люди отдали приставам добровольно. Однако за нарушение грозит штраф. Статья-то административная 17.3 часть 2 КОАП РФ. Неисполнение законного распоряжения судебного пристава по обеспечению установленного порядка деятельности судов о прекращении действий, нарушающих установленные в суде правила. Эта статья влечет наложение административного штрафа в размере от 500 до 1000 рублей, а в случае основания полагать, что нарушитель при осмотре добровольно не предъявил запрещенные предметы, судебные приставы вправе осуществить досмотр и при выявлении запрещенных предметов задержать и передать сотрудникам полиции для дальнейшего разбирательства. Для оттачивания навыков судебных приставов по обеспечению установленного порядка деятельности судов регулярно проводятся методические занятия, где учат и выявлять таких преступников, и задерживать их в случае неповиновения. Так что в следующий раз даже не пытайтесь. Валерий Седов, Станислав Кудряшов, телекомпания «Город». Поотечески добрую помощь сирийским детям сегодня оказывает рязанец Владимир Янаки. Член Союза художников России и Общественной палаты Рязанской области стал председателем жюри международного конкурса «Россия и Сирия глазами сирийских детей». Ребята от 9 до 15 лет рисовали свои картины мира и дружбы между нашими странами. И в ближайшее время Владимир вылетит в Сирию, чтобы лично передать подарки победителям. Эти картины создали дети из Сирии. В них они отразили взаимодействие двух народов. Это мы спасли их родину от тотального разрушения. Именно нам мальчишки и девчонки посылают благодарные образы. Как отметил председатель конкурсного жюри, дети всего мира говорят на одном языке. В работах сирийских детей прослеживается их желание увидеть мир и счастье на родной земле. Всего в конкурсе «Рисунка России и Сирия глазами сирийских детей» участвовал 61 ребенок. Среди них есть 6 победителей. На каждое из призовых мест по 2 человека. Еще 4 ребят ждут поощрительные подарки. Сейчас вот эта выставка сирийская у нас будет в конце года показана в Рязани в нескольких точках. Она будет у нас представлена и в Рязанской областном доме, и в общественной палате Рязанской области. И потом уже весной 2022 года эти работы полетят обратно в Сирию, где будут представлены нашим уже российским военнослужащим на базе Хмеймим в провинции Латакия. Работы сирийских ребят попали в Россию с помощью наших военных летчиков. В конце октября Владимиру Янаке предстоит командировка на сирийскую землю. Там он передаст подарки не только участникам конкурса, но и тем детям, кто только начал изучать русский язык. Мы с большой любовью отобрали детские книги. Причем отобрали самые любимые нами самими книги наших самых известных и самых любимых авторов. Это Успенский, Захадер, Устовский. То есть все то, что мы сами очень любим, Кушкин, конечно, все то, что мы сами любим, ценим и что сами читаем нашим детям. Особое внимание должно привлечь издание, выпущенное Рязанской областной библиотекой, совместно с Библиотекой иностранной литературы имени Рудомино. Книга нашего Сергея Есенина, Анны Снегина, выпущенная на 11 языках. Художник-живописец Владимир Янаки сотрудничает с Министерством обороны России с 2017 года. За это время он провел в Сирии три масштабные персональные выставки. А в прошлом году Владимир привлек к выставке детей из Рязанской школы-интерната «Вера». Их работы, распечатанные на пластике, были выставлены на российской авиабазе «Хмеймим». Эта выставка, в отличие, конечно, от выставок персональных моего творчества, живописных произведений, была даже чем-то более интересна для военных, потому что многие вспоминали свои семьи, свой дом, родину. И для многих военнослужащих это была возможность, хорошая возможность, как бы на некоторое время побывать на родине, отвлечься от внесения тяжелой службы за пределами Отечества. То есть так вот многие с душой к этому подошли. И был очень, конечно, сильный отклик такой вот военнослужащих. Многие посетили, многим эта выставка понравилась. Художник-живописец отметил, что командировки в Сирию производят на него большое впечатление. В своих работах теперь он отражает не только колорит арабской страны, но и саму тематику конфликта, пропущенную через призму личной философии. Для него важны сюжетные работы. Большие разрушения, масштабные архитектуры городов, поселков, разных населенных пунктов. То есть там многие населенные пункты вообще просто стерты с лица земли. И люди продолжают жить, сирийцы продолжают жить в этих вот руинах разминированных. Многие даже и не разминированы. То есть вот эти разрушенные дома. И часто, например, в Алеппо там одна сторона улицы не тронута, а другая сторона улицы полностью взорвана. И в этих вот руинах там и люди живут, например, на третьем, на четвертом этаже в разрушенном доме. Там видно белье висит, сохнет. А в небольших таких городках, поселках люди просто спят на земле, на циновках, и готовят себе в этих вот руинах, на кострах есть. Сейчас автор в процессе создания большой серии картин под общим названием «На сирийской земле». Это около 40 полутораметровых холстов, которые сначала будут выставлены в Рязани, а затем в Москве. Владимир Янакий из семьи военных, и, видимо, генетика играет в его творчестве немаловажную роль. Своими работами он хочет и дальше приносить пользу дружественной нам стране и верит, что мир на сирийскую землю с нашей помощью придет окончательно. Анна Герцовская, Михаил Лазуткин, телекомпания «Город». На этом у нас все еще больше новостей. На нашем сайте www.gorod62.tv и на наших страничках в соцсетях. Всего доброго. Субтитры создавал DimaTorzok